Итак, сегодня мы поговорим о композиции. Так что наливаем горячительный крепкий чайный напиток. Лекция 1. Видение. Чтобы начать творить, создавать, надо научиться писать. И в целом овладеть мастерством. И в композиции то же самое. Многие сейчас считают, что это что-то личное. И отчасти, конечно же, они в этом правы. Ибо это выплеск эмоций, идей, чувств, выполнение задач, показ некоторых моментов и многое другое. Через субъективное восприятие одного человека. Но есть объективное понимание композиции, его законов и правил. Что складывались, можно сказать, веками. Оттачивался язык, понимание, композиции, структуры композиции. Это тот язык, который помогает художнику общаться со зрителем. Например, представьте себе, что вы в комнате, где нет света. И вот это и есть ваша свобода. Тут маленький луч. И мы увидели разбитое зеркало. Осколки лежат на полу. Туда лучше не идти. Вот появился еще. Один луч и мы. Один луч и вы увидите. Окно. И рядом разбросанный мусор и грязь. Туда тоже не стоит идти. И вот вы прозрели. Включился свет. И вы видите дверь с надписью. Выход. Так что будете ходить там, где осколки, мусор. Или уже сразу пойдем к выходу. Так и тут. Это лишь поможет сделать вашу картину сложнее, интереснее, проще в прочтении, да и просто приятнее глазу. Никто не посягается на вашу личность и на ваши идеи. Просто давайте научимся говорить со зрителем через картинную плоскость. И овладеем языком. А после начнем творить. Композиция Чтобы идти дальше, сначала надо разобраться с термином композиции. Композиция вообще в переводе от латинского composito. Складывать, соединять, сочетать. От чего мы можем теперь оттолкнуться? Это сочетание предметов, фигур и другой. Но не только. Композиция в изобразительном искусстве. Это художественное произведение обусловлено его содержанием, характером и назначением. Композиция в картине это выраженный смысловой центр с объединением рисунка, цвета и сюжет. Таким образом мы можем понять, что да, это сочетание предметов, фигур как база. А усложняя её добавляется задача, сюжет, характер произведения. Но это нам на будущее. Сейчас, прежде чем говорить о сюжете и о характере произведения, разберёмся с основами. Начнём мы с правила третей. Это правило говорит о том, где должны находиться акценты, герои. Главные герои. Мы делим каждую сторону на три части. И получаем в местах соединения линии четыре точки. Наиболее удачного расположения главных героев. Самой яркой работой, что иллюстрирует это правило, в лучшем и самом удачном варианте, это явление Христа народу, картина Иванова. Где Иисус вдалеке находится в той самой точке. Вот я изучил третий, в принципе, подиум, и вот вам яблоко в одной из этих точек. Но это тоже неправильно, ибо окружение не должно пустовать, а должно дополнять, уравновешивая картину. Также на примере Иванова мы видим на первом плане людей, которые создают перевес и помогают нам прочитать картину, не навязчиво показывая на главного героя. И тем самым уравновешивают ту самую картину. И сделают её гармоничной. И тут стоит дополнить. В жизни ничего однородного не бывает. И поэтому, как правило, строится разнообразное окружение. Не с одинаковыми книгами, если, конечно, нет в этом нужды и не стоит такая задача. А игра с формами, образами оживляет работу, делая её более интересной. То есть, ничего в жизни не бывает одинаково. Ритм бывает статичный и динамичный. Начнём с статики. Статику помогают показать вертикальные и горизонтальные линии. И самая статичная фигура – это квадрат, динамика. Любая диагональная линия даёт движение. Яркий тому пример – это Барюшня Морозова, где диагональ помогает ощутить движение саней. И создаётся небольшой треугольник. Образ треугольника даёт самое яркое движение. Даже агрессивное. Тут ярким примером – красный Би и белых. А раз мы упомянули квадрат и треугольник, стоит сказать о круге. Круг считается нечто духовным, невесомым. А для нас самое важное, что это один из самых ярких акцентов. Поэтому в рекламе, в плакате, часто в кружке помещают завлекательную информацию. Но далее мы ещё поговорим о геометрических фигурах. Одно из самых важнейших пониманий в композиции. Без него никуда. Так через пятно мы создаём структуру картины. И поняв пятно, сразу проще создавать творение. Ибо мы считаем, что каждая деталь важна по своей неопытности. А они начинают спорить с друг другом в картине. Такого не должно быть. Там чёткая диктатура. Пятна. Как самого яркого, так и самого тёмного. Должно быть самое яркое пятно, которому все остальные пятна по тону подчиняются. Та же самая и с тёмным. Ну и, конечно же, они должны все подчиняться вашей задумке. То есть, характеру картины и её сюжету. А сейчас научитесь убирать лишнее. То, что не помогает картине, а даже вредит ей. Надо научиться видеть силуэта. Прятать то, что поможет обогатить вашу картину. При этом оно не является центром композиций. Поэтому должно быть оно ненавязчивое. А то будет не осуразиться. Как говорит мой папа. По-киргейски оралаш, что в переводе, в перемешку. А по-русски. Поэтому надо вычленять в картине самые важные пятна. И починить им всю картину. Термин пятна. Пятно. Тональное силуэтное изображение объекта. Через пятно мы создаём ритм по властику композиции. И создаём целостную картину. Надо научиться мыслить пятнами. Для этого мы выполним небольшие упражнения для пятна. И немного на фантазию. Для образного мышления и силуэта. Первое. Надо показать противоположности. На пяти листах. Пять противоположностей. Чёрное-белое. Низкое-высокое. Лёгкое-тяжёлое. Беспокойное-спокойное. Много-мало. Использовать надо геометрические фигуры. Чёрного цвета на белой бумаге. Вот примеры. Что у вас примерно должно выйти. Второе задание. Как можно больше сделать надбросков. Пятновых. Графических. У вас в обиходе должно быть только два цвета. Белая бумага. И чёрная тушь. Либо гелевая ручка. От 10 до 30 работ в неделю. Как минимум. Чем выше, тем лучше. И тогда вы почувствуете, что такое пятно. А на сегодня всё.